Вообще-то тут медиология, да, а в церкви? Да, там еще много чего, посмотрел я. Ну, ладно. Значит, по поводу как раз крещения Духовым Святым и по поводу, значит, рождения свыше, такое замечание. Значит, несет ли человек Бога или нет? Вот когда Иисус родился, да, то исполнилось пророчество, о котором я говорил уже, да, сегодня. Эммануэль, да, Бог в нас. Бог, буквально Бог в нас. Ну, и написано же в Новом Завете, в конце концов, да, что Христос в нас, упование славы. Христос в нас, упование славы. То есть, получается, это как бы действительно откровение Нового Завета. Бог в нас. Вот, и это самое, ну, важное. Кто Духа Христова не имеет, то это не Его, получается. Вот, и здесь не важно уже, даже, даже если у него правильная самая теология вообще, идеальная, библейская. Вот, это Его не спасет. Вот, даже если Он знает все тайны и вообще плоть от плоти от церкви. Но Царство Божие не увидит, если они родятся свыше. Вот. Это, это таинство. Таинство церкви. В православии, кстати, это называется таинством тоже. Действительно, именно таинством. Таинство исповедей, таинство покаяния. Таинство покаяния. Как вход в Царство. В Божье Царство. Апокатис приблизил Царство. Кстати, сегодня я тоже думал, как раз, ну, можно прочтем даже некоторые эти притчи. Иисуса Христа, образы, церкви, этих притчих. Вообще, Иисус, когда говорил о Царстве, то надо понимать, что Он говорил именно, ну, о Церкви. О Церкви. Понимаете, да? Потому что это не просто Царство, Небесное Смысловство. Будущего. Да, частично я о будущем, конечно. Но и вот о дне сегодняшнем. И о Своем Царстве, не только хорошем он говорил, конечно. Он говорил много плохого о Своем Царстве. То есть, Он не учил нас смотреть через розы в очки на Своем Царство. Он не учил... Он не идеализировал человека, не идеализировал Церковь, не идеализировал Своем Царство. Он показывал в этих притчах и многие проблемы, которые в Его Царстве будут. И сегодня уже можно констатировать факт, что эти все проблемы, о которых Иисус говорил, они все действительно проявились в этих притчах. Иисус говорил не только, что хорошую рыбку, будем так говорить, не вот сети Царства Божьего достанут, но и много негодной рыбы будет тоже. Потом пересматривать буду, которые Бог получит. И не только хорошее семя на огороде Царства Божьего будет расти на поле, но Иисус предупреждал, и все так и произошло. Под покровом тьмы, будем так говорить, да. Пришел враг, проспали сторожа, проспали те, кто должны были бодрствовать. Так буквально все произошло. И враг посеял свои плевелы, и все взошло, и до всего дня растет. Вот, и знаете, сегодня на огороде Царства растет всякое. И порой некоторые участки Царства, они больше даже напоминают заросли сорняка, чем что-то доброе, посеянное там. Но это все тоже Иисус говорил о своем Царстве, Он предсказывал все это. И даже, как бы, другие еще вещи, еще более страшные вещи о Царстве Сорняк говорил. Он говорил, что Царство похоже на маленькое семечко, да, семя, которое упало, которое растет. И огромное дерево выросло, и птицы небесные, они гнездятся в этом древе. Вот, для нееврейской системы толкования здесь ничего опасного нету. Это кажется, ну, нормально, классно. Ну, птички, ветвя, как бы, это, ну, как бы, это все хорошо. Вот, но расскажите именно в аудейской аудитории, то там люди, ну, до слез будут растроганы. Я представляю себе, как чувствовали себя вот эти люди, которые услышали все это о Царстве. Большинство ведь людей того времени, они, как бы, идеализировали в своем разуме Царство Божие. Но Иисус говорил, что Царство Божие, оно будет и вот таким в том числе. Потому что птица гнездящаяся, есть другие еще, времен Христа, учителя, которые говорили о подобном. Это имеется в виду проблемы, бесы в том числе, проклятия, которые гнездятся в Царстве. Которые имеют свои гнезда в Царстве, что это не просто летают над ним, а уже угнездились уже. Вот, и как и в другом месте, кстати, в Нового Завета тоже есть подсказка такая, в книге Откровения, там, что написано, пристанищем всякой отвратительной птицы, всякому нечистому духу стало, значит, по сути, отступническая система Церкви. Кстати, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Народ Божий сравнивается то с блудницей, гулящей женщиной, то с верной женою, то с возлюбленной, то с великой даже блудницей, то с невестой. То есть, разные сравнения. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Значит, это не новое сравнение, потому что, значит, действительно, когда пророков Бог посылал, к примеру, к Израилю, да, то когда Израиль сохранял верность свою к Богу, они молились только лишь к Богу, молились и славили только лишь к Богу, без идолопоклонства, то Бог называл Израиля своей возлюбленной, своей женою, значит, и говорил о своей любви к ней взаимной, такая любовь такая взаимная. Все хорошо, но когда Израиль начинал, вот, опять-таки, многобожие, да, значит, познавал, то есть, не забывали, конечно, евреи в своей истории никогда о Боге Творце, о Егове, да, помнили они Бога Брама, Исаака, Исраиля, но начинали молиться, допустим, Ваалом, Астатом, то в эти времена Бог посылал пророков, и великих, и малых, разных пророков, и обличал свой народ, называл его неверной женою, сравнивал с блудницей, но не просто называл блудницей, а призывал к покаянию. Если вот я говорил вчера, да, слово греческое покаяние, как оно звучит? Метаноя, да, а еврейское слово тшува, знаете, да? Нет? Запишите, запишите, это вам пригодится точно, значит, потому что это, ну, вот, я говорю, я начал изучать еврит, но я начал вот с терминов, и мне так это понравилось, потому что такие интересные вот эти, открываются глубины, тшува, тшува, произносится так, тшува, там транскрипции пишут тоже, тшува, значит, и буквально покаяние, да, покаяние, но первое значение тшува, это возвращение, возвращение, и на Востоке говорят и еврейская традиция, и мусульманская традиция, что к Богу нельзя прийти, ему можно вернуться. Вот такое выражение есть. Вот, и интересно очень. В исламе, особенно вот у мистиков, подобное учение есть, очень интересное тоже, ну, это продолжение еврейской традиции, по сути, вот, той традиции древней, где утверждается, что тшува именно имеет в виду именно действительно вернуться. И, как Шим, этот, сегодня упоминал-то я, Шамай, старший, Шамай, старший, значит, школа Шамая, известная во времена Иисуса, школа иудаизма, но впоследствии она, ну, забытая стала школа, потому что традиционный, ортодоксальный иудаизм, вот та часть иудаизма, что не приняла Иисуса как Христа, свою доктринальную часть стала строить на школе Гилеля, потому что она, ну, им кажется до сих пор более стройной и органичной. А еще почему? Потому что школа Шамая во многом очень схожа с христианством, по многим параметрам, очень многим. Вот я вам говорил, да, уже, что касательно духовного возрождения, необходимости духовного перерождения, что мало родиться евреем, мало стать евреем, мало быть кошерным, значит, и старательно исполнять заповеди. Если духовно не переродишься, дитё света, дети тьмы, разные такие темы Шамая, они вот очень созвучны с евангельскими проповедями, с тем, что, чему учили еще и есеи, те же самые, вот одна из всех иудаизмов вот того времени тоже, но у них это крайняя форма такой прозвучала. Вот так, что это очень интересная тема. Так вот, и... Так, касательно... Я вот немного потерялся, слушайте. Не-не-не, еще раз. По поводу Чувы, по поводу Чувы, слушайте. Чува, Чува, возвращение. Значит, вот Иисуса, притчи, они как раз, многие говорят именно об этой Чуве. Возвращение. Самые, конечно, вот такие сильные, тоже созвучные, кстати, со школы Шамая. Это вот это, блудный сын, возвращение блудного сына. У Шамая есть похожая тоже притча, там, о двух блудных сыновьях. Но, в принципе, хотя христиане называют эту притчу о блудном сыне, но, по сути, она о двух блудных сыновьях, тоже, можно сказать. Потому что она... Хотя обычно мы ее называем притчей облудным, в одном сыне. Имеется в виду христианатийный грешник, да, тот самый, который там взял часть наследства своего, громко хлопнул дверь и ушел, все промотал. Ну, такой христианатийный грешник. Прям вот. Вот, значит, и он оказался возле свиного корыта. Все, жизнь ниже принтуса уже. Вот, потом он пришел в себя. Да, вот шува, это первый пример, первый образ, это прийти в себя. Вернуться в себя. Вернуться в себя. То есть, тоже Ишамай говорил, что человек, который не пережил еще покаяние, он не в себе еще. Вот, первое, что происходит, человек приходит в себя. И вот он пришел в себя, этот притч Иисуса тоже. Он пришел в себя, человек, и он вдруг вспомнил, да, что в Доме Отца даже слуги живут, работники, знаете ли, хорошо. А он здесь хуже скотины. Он там мечтал напитаться, чем питаются свиньи. То есть, даже свиньи кормили нормально, по-человечески, а его не кормили. Вот, значит, и, представьте, к нему относились хуже, чем к животному. Но он пришел в себя. И он потом стал размышлять. Тоже. Шува, это как раз, начать мыслить своими, своей головой, в этим словом. Мыслить. Человек, который еще не покаялся, он еще несмысленный. Которому требуется узда, как в Ашаку, там, значит, там, в сломах говорится. Вот, значит, и вообще, значит, человек разумный, гомо сапиес, да, так, покаявшись, он мыслит уже. Он помыслил так, что я встану, пойду домой, вернусь к своему отцу. И даже если бы он там умер возле свиного корыта, история бы так бы закончилась бы, это все равно была вот шува уже. Даже если бы мы дальше не знали ничего, если бы он умер там и хрюшки бы, его там обладали бы, он был бы спасен, как тот бомж, лазарь, нищий. Шува уже совершилась бы, но само слово шува, она намного больше. Это не только прийти в себя, не только, вот, помыслить о возвращении, это еще и встать, и пойти, действие. Ну, в принципе, в еврейском языке там, насколько я понял, прочитал, узнал, пусть мало даже, но мне этого уже хватило понять, что имеется тут всегда действие. Не просто, значит, слово, а тут же и слово, и дело. Слово не расступится с делом. Очень мне понравилась идея. Вот, и он встал реально и пошел. Будь что будет, вот какой есть, пошел, какой есть, грязный, все, значит, вот там хрюшек только что, но он пошел в дом отца. Это шува, деяние, действие. А потом еще, шува же означает, это не просто действие даже еще, это тоже отдельный элемент от шувы. А шува означает еще принятие, оказывается, принятие. Вот отец, он увидел, издали сына, да, побежал там все, принял его все, и он только начал было говорить вот это исповедание, да, что значит, что я не достоин называться сыном твоим все. Отец ему одежду, перстень, и говорит, тут же там, зарежьте, там, теленочка, приготовим все, пир на весь мир, заходи в дом, это твой дом, все, то есть, понимаете, значит, уже пир начинается, уже, значит, уже там мясо, уже гости наверняка, там уже, ну, как бы уже праздник, уже праздник, и вот это есть тоже тшула, это принятие, понимаете, потому что, если бы он сказал бы, ой, я не достоин, одеть перстень, эту одежду, нет, не могу, вот эта гордость нищего хуже всего, то, что Бог ненавидит, когда человеку, он говорит, я не достоин принять это, спасение от тебя, это гордость нищего, которую Бог ненавидит реально, это то, что, это отталкивает царство от тебя, это то, что делает тебя Богу противником, потому что реальное смирение пред Богом, это принять этот дар, как, допустим, в новозаветные времена, да, человек, он приходит к Богу и говорит, я принимаю этот дар вечной жизни во Христе Иисусе, это подлинное смирение, это подлинная, реальная жизнь царства, если человеку, он говорит, нет, я не достоин, не достоин, все, я грешник, великий, все, всю жизнь, он гордец, нищий гордец, который отторгает царство от тебя, это страшная вещь очень, и вот, и, и представляете, вот тот сын, блудный сын, да, уже в доме отца, в этой притче, это притча о царстве, друзья, это тоже о царстве, церкви, и, а вот здесь дальше история со старшим сыном, и очень страшная история, а страшная она тем, что притча заканчивается, вот, ну, будем так говорить, нет хэппи-энда полного, потому что старший сын вне дома отца, остается, и даже отец выходит из дому, и уговаривает старшего войти в дом отца, но там не написано, что он зашел, и они вместе отметили возвращение, поэтому, такая горькая нотка остается, в этой притче, и на самом деле, мы видим, что, знаете, как будто у него там, в тихом умоте там, у этого старшего сына там такое водится, вот, ты недавний, даже недавний козленка там, может, какая-то ситуация была там, да, чтобы с друзьями там повеселиться, то есть, его сердце было, хотя он никогда не нарушал, он был все время в доме отца, но сердце его было с друзьями, с козленком где-то там, на вечеринке, представляете, мыслями, этот сын твой, который промотал все имение там с блудницами, он что, со свечкой стоял там, что ли, как он мотал, значит, с блудницами, или просто там, в казино, или как он еще проиграл все это, или как он потерял, понимаете, мыслями он там, там с друзьями, там с блудницами, то есть, у него мысли скакуны, вот, и самое страшное, что этот старший, он был вне дома отца, в конце этой притчи, поэтому эта притча, так же, как и в школе Шамая, в школе Иисуса, будем так говорить, то же самое притча, по сути, по сути, о двух блудных сыновьях, Шамая спрашивали, многих цадиков еврейских спрашивали, когда придет Машеах, интересно, одно из высказываний, такое было, то есть, когда придет Христос, проще говоря, когда придет Христос, одно из высказываний было такое, тогда, когда покаются праведники, интересно, негрешники, казалось бы, праведники, то есть, все, кто думает о себе праведным, вот, им сложнее все покаяться, оказывается, интересно, порой, до Бога, целый километр, и человек этот проделывает, очень вомновение окна, а порой, вот, на пороге, царство топчется всю жизнь, и один шажок не может сделать, вот, вот, как бы, понимаете, слава Богу, друзья, вот, многие другие притчи, многие другие притчи, они как раз рассказывают, но слово «отшуа» мы запомнили, да, «отшуа», кстати, слово «отшуа», покаяние, да, конечно, значит, у нас, в русском, покаяние, обычно, ассоциируется с другими вещами, да, это с осознанием греховности, и чувство раскаяния, чувство вины, вот с этим, оригинально в Библии, здесь ничего даже близко нет, абсолютно, осознание греховности есть, но это лишь как один из ингредиентов, знаете, вот так вот, нельзя взять одну часть, как я вчера, помните, приведу пример, натрий-хлор, да, соль, натрий, накормите человек, взрыв, короче, смерть, хлором, смерть, а сочетание, какое-то химическое, этих, непонятное для меня сочетание, оно производит такое действие, соль, так интересно, кстати, в Грузии у нас служение, в нашей церкви, в Руставе, в Цараване, кстати, Цараване, это то же самое, что Журавлева, меня там даже допишут, мама, Серго, Цараване, да, у них мама, это отец, отец, да, так что мамой не может быть папа, но в Грузии может, это 100%, вот, Цараване, и тоже, и там, у нас есть один священник, он сам из такого народа грузинского, сваны, сваны, он сам сван, настоящий, высокогорный такой народ, в высоких горах живут, в башнях таких, до сих пор, кстати, и вот они собирают там горную соль, где ледники, вечно эти вот, не тающие, фактически никогда, в этих горах, собирают там соль, природную соль, она такая коричневая, черная такая, черная даже соль, она не белая, как у нас, обычно, там, приют, или серая, какая-то, она там у них, коричневая, даже черная такая, но эта соль у них, они даже ее на мировом рынке проставляют, оказывается, в Грузии, вот, оказывается, на мировом рынке, она чуть не на вес золота даже, насчет, это сванская соль, ну, натуральная, в смысле, без трав, сванская соль у нас обычно ассоциируется с перетертой с травами разными, приправами, а там она, в откровенном виде, чистом виде, вот, там больше 70 элементов, оказывается, в этой соли, 50 грн, как? 50 грн, 50 грн, но это уже перетертое с травами, да, но если честно, я разговаривал с одним здесь грузином, в Киеве, Мамука, он продает тоже такую соль, он говорит, если честно, здесь сванской соли нет, это обычная соль, как правило, просто перетерта с травами, сванскими травами, реально сванские травы, но это не та соль, вот, это не та соль, вот, но я ел натуральную соль, такую сванскую, да, очень интересная вещь, вот, а? Соленая, что же, как бы, я просто соленый, все как бы, на вкус, как бы, я не знаю, я не гурман, так купить, ну, просто соль, как бы, только темные, странные, да, Да, там они как бы, да, какие-то минералы там, свои какие-то там, у них там особенности. Да, там боржовый прям так течет, с натуральной резификацией, и козлы пьют, а мы ниже козлов пьем там, смотрим на них, так интересно. Я очень люблю Грузию, ой, я прям, молюсь часто за Грузию, Сакар Твелло, да, доставляю, вот в этом году не был, даст Бог, молюсь тоже о поездке в Грузию, может зимой. И у нас просто епископ, который в Грузии, он сейчас временно не в Грузии, он сейчас в Израиле находится, и в следующем году он возвращается, и вот я, скорее всего, к его возвращению приеду, а может быть, я раньше, тоже реформаторское, православное братство Ивановской Грузии, вот, и слава Богу. Но, знаете, когда там, я тоже эти вещи рассказывал, некоторые вещи, оказывается, созвучны у них тоже, в их грузинском языке, с еврейскими, и вот их слово тоже, пока я не запомнил, это записано где-то, грузинское, оно тоже означает возвращение, и тоже вот принятие, тоже принятие, там так интересно очень. У них что-то есть, вот, в кавказских народах многих намешано, тоже такое, интересно. Вот, и, так вот, покаяние у нас называют обычно, вот, сожаление о грехах, да, и поэтому, говорят, вся жизнь покаяния, каяться, да, значит, иметь в виду себя, как бы, унижать, да, вот, осознавать свою греховность, ничтожность, никчемность. Тем более, это в православной культуре, это очень сильно, очень сильно популяризируется у святых-отцов. В средние века это было вообще главной темой вообще отцов в церкви. В средние века это было, ну, даже учением общецерковным, и до сих пор это продолжается, к сожалению. Вот, но, на самом деле, это один из элементов тшувы, но далеко не самое главное и не самое важное. Потому что это, действительно, это возвращение и принятие отцов, вот это и есть тшува, настоящее покаяние, возвращение. Спасибо тебе, Господь. Но самая страшная притча Иисуса о царстве даже не эта. Самая страшная, это вот той женщине, которая бросила закваску в три меры муки, пока не вскисла все. Опять-таки, тоже в нееврейской системе толкований кажется, ну, что есть такого, но женщина решила бросить закваску, ну, все вскисло, как бы даже наоборот, многие проповедники берут, как бы, это как положительный пример, особенно в европейской культуре, так нормально, наоборот, даже считается. Вот, значит, и говорят, что мы должны заквасить царством весь этот мир, то есть, как бы, ну, даже в Гомилетике, да, есть такая хитрость, проповедь от обратного, да? Слышали такое, нет? Прием такой. Допустим, рассказывается в Библии какой-то отрицательный пример, а его как положительное оборачивающее проповедение. Ну, есть такой пример, прием. Я не люблю такой прием, правда, но у некоторых харизматических учителей-то очень ловко получается все. Очень ловко, ну, так, по словам, даже красиво. Вот, допустим, здесь я слышал не раз такое в Киеве даже, лично даже слышал, допустим, пример с Вавилонской башней, строительство Вавилонской башни, что у них все было дружно, слаженно, и даже сам Бог был шокен от них, они не остановятся точно, они сделают то, что они замыслены. И проповедники делали вывод такой, что вот от обратного, что мы должны строить царство Божье вот так слаженно, дружно, как бы с пониманием друг друга, с взаимопониманием, что даже сам Бог, чтобы Ахан сказал, вот, надо же, они точно царство построено, чтобы это невозможно их остановить, никто их не может остановить, чтобы даже сам Бог слышал, отметил это, и вот как бы мы должны вот так же строить царство Божье. Правда, один проповедник даже пошел, перегнул палку, явно перегнул до хруста Он даже сказал в таком полемическом своем красноречии, что и даже сам Бог нас не остановит Мы построим Харство Божье, и даже сам Бог нас не остановит И при том, мы говорим проповеди, он повторил это раза два или три даже, наверное, повторил Честно говоря, было очень неприятно уже после этого, честно говоря, это было уже занадто, что называется Незграво В легкой форме это, может быть, где-то и допустимо, хотя и не сторонник таких приемов в гемилетике Но если касательно притчи этой, то в еврейской системе толкования, опять-таки, в иудейской системе толкования Закваска никогда не может означать что-то хорошее Она всегда означает, даже в школе Шамая, в школе Гилеля, примеров очень много насчет закваски Они всегда говорили о дурном О эцерара, злое начало в человека, которое заквашивает человека Эцер, нефиш, душа, нефиш на еврейском, да, значит, нефиш Душа, естество человека И в нее есть два начала Злое и хорошее начало в человеке Злое начало это как ассоциируется со змеем, который беседует с женщиной, беседовал И змей беседовал с женщиной, с Евой, нашей прамамой, значит, но эцерара Это уже змей, который внутри этой женщины уже, уже внутри человека Дурное начало Ну, в христианстве мы это называем обычно, как, первородным грехом В иудаизме не принято так говорить Но принято говорить вот так вот, злое начало в человеке Но, в принципе, это хрен редкий не слаще Это, в принципе, одного Это все одно и то же Просто, ну, как бы, под разным соусом подается И вот В Новом Завете, кстати, тоже Иисус, он Убеждал учеников беречься Закваски, опять-таки, тоже, да Но у него было, конкретно, фарисейский, садукейский И какой еще там, иродовый Помните, да, три вида закваски Даже если об этом пробовать Харизматических учителей Там даже таких вот этих Как известно, там, Рик Джойна Там какие-то еще там А от трех видов закваски Я рассуждаю тоже Отметьте тоже, кстати, насчет закваски-то этой Чтобы было понятней И изучал тоже эту тему Специально изучал, что же такое фарисейское, садукейское И что же такое иродовое Разное мнение читал тоже отцов Ну, как бы, и учителей, и современных в том числе Но как-то все Не находил, как бы, ну, такого Объяснения для себя С которым бы, ну, согласилась бы Душа моя, но Вот такое объяснение нашел я Что фарисейская закваска Это религиозная закваска Чистая модель религиозной закваски Садукейская Это религиозно-политическая закваска Религиозно-политическая А иродовое Это конкретно политическая закваска Вот три вида закваски И мне стало ясно Ну, завтра мы продолжим еще там Фарисейская Это религиозная А то Садукейская Это религиозно-политическая уже закваска Вот Там, то что Сазарепапизмом называется Вот Уже в христианстве А насчет Садукейс А иродова Это конкретно политическая закваска Когда церковь Конкретно непосредственно Под государством Там и Вообще не пикнешь Вот Как в то время тоже было Саудаизму Большая проблема Очень большая Вот И знаете Иисус Предостерегал от закваски И у Павла Помните Каринка нам Пишет он В послании Он говорит Что будем Встречать Пасху Праздновать Пасху Не закваску Порока И лукавство Вот у него Там такое Разъяснение Закваска есть Очень хорошее Разъяснение Закваска У Павла Апостола Она означает Порок И лукавство Но там Опять-таки Тоже Если по номерам Струнга Конкретно То есть Грех Имеется ввиду Грех Грех И лукавство Как изворотливость Изворотливость Как бы То есть Ну Оправдание греха Что ли Можно так выразиться То есть Короче И то и другое Это есть Угроза для церкви Это Называется Закваска А дальше он говорит Но сопрестно К ним говорит Чистоты и истины То есть Он Павел Убеждает Коринфян Верующих Праздновать Пасху Наша Пасха Христос нам вообще говорит И он говорит Что с опресниками Чистоты и истины То есть Он сравнивает Это с мацой Сравнивает Это вот С опресник Мац Мац Все видели Там что там Ничего нет Мука и вода Все Оно не успел Даже процесс Пройти Брожение Тут же Выпекается Очень быстро Все ловко Четко И оно уже Вот тебе мацой готово Образ чистоты И истины Вот так вот И Значит Ну опять таки Знаете Даже у Павла Когда читаешь Ну хорошо Павел Ну а как это можно сделать Очистите Он пишет Да Закваску Как можно очистить Закваску Это невозможно Если Она уже Пошло уже Брожение Если уже Это все Забродило уже Как можно Это невозможно По-человечески Невозможно По сути Библия говорит об этом Но Библия же Подразумевает Что с Богом Все возможно И что Богу Все возможно Даже если твоя жизнь К примеру Отельным и верующим Да Заквашена Заквасками этими Вот И все Ты уже Весь уже Забродил уже Бог может Совершать это чудо Да Потому что Наша Пасха Христос То есть Да Христос Ты моя чистота Ты моя святость Как помните Иисус же говорил Что Вот это сравнение Что как Моисей Вознес змею В пустыне В третьем Ириана Да Написано Что Никодим Он говорит Что Как Моисей Вознес змею В пустыне Так должен быть Вознесен И сын Человечествен Чтобы всякий Верующий В него Не погиб Но имел Жизнь вечную Ибо так Возлюбил Бог мир И действительно Вот Тогда Ужаменом Укушенным Евреем Выход был Один Поговоришь Это взирать На вот Это изображение Медного змея Ну там Оригинально Скорее всего Это была Необычная Змея Скорее всего Это был Сераф Серафин Изображение Ну это Другой разговор Потому что Там в оригинальном Тексте Еврейском В синодальном Переводе Непонятная История Очень Числов Запутанная История Бог В исходе Запрещает Делать гадов Изображение Присмыкающихся А в числах Вдруг он Повелевает Как бы Не состыковку Противоречие Такое Заметное В оригинальном Тексте Там совсем Другое Вообще Там Когда говорится В числах О казни Этой Которая Постигла Наказание Постигла Израиля Из-за ропота Опять-таки Из-за ропота Из-за недовольства Постоянно Это жалобы Это не только Еврейские проблемы Это вообще Общечеловеческая беда Это в любом народе Может еврейским Просто это очень Гротескно Выражено За эти столетия Тысячелетия Как бы это уже Как бы стало очевидно Многим Что Никто так сильно Не жалует Как еврей Всегда в жизни Но есть такая Чета национальная К сожалению Свои минусы есть Везде В любом народе Есть какие-то минусы Вот И Значит И знаете Вот Роптали Недовольства Жалобы Вот это все Поступали снизу От населения Вот И дошло все до того Что Значит Знаете Вот эта кара пришла И там Пишется О змеях В оригинальном тексте Тоже упоминаются змеи Но В оригинальном тексте Это не главная кара была Главная кара была Серафы Серафина Серафы Кстати Один из украинских переводов Отец Алексей наш Благочинный Показывал Он купил Украинскую библию Вот издание Один из переводов Украинских проект Киевского патриархата Издания И там Оригинально стоит Серафы То есть Как Большая такая книга Да Большое издание Такое Он ее Из нее зачитывает Часто Сейчас у нас На служение Смотрю я Ну он вообще Украиномовный Такое наслечение Вот И очень красиво получается Так значит Мне нравится Вот значит И Да Он показал мне Да Слушайте Вот Смотрите В украинском переводе Современном Да Стоит Серафы То есть Как в еврейском оригинальном Я удивился Надо же То есть Украинские Перепродачи Да Они решили Поставить оригинально Не как В сендальном переводе Потому что Оригинально Там Понимаете От обычных змей Можно отбиться Еще Но попробуй Отбейся От Серафа От Серафима Серафимы Небесные существа Божьи существа Из иных измерений Будем так говорить Существа Которые На нашем Не поддаются Описания Фактически То есть Ну там Описание такое Что есть Что они Двумя закрывают Свои лица Двумя закрывают Ноги Или хвосты В другом переводе Еще Жалы свои А двумя летают Потому что Шестикылы Серафимы Серафы Серафы В еврейском На арабском Асрафил Есть даже Такое высказывание Асрафил Имеется Тоже Серафим Тот же самый Но переводы Что с арабского Что с еврейского Асрафил Или сераф Это да Пламенеющий Горящий Огненный Но это Обычно все знаем Эти переводы Но есть ведь и другие Ну как бы Другая сторона Серафа А это жалящий Поражающий То есть То есть У серафа Понимаете Не все так просто Как поначалу кажется То есть Небесное существо Да Но Ангелы Служебные духи Ничего личного Он послан Да Он может прийти С хорошей новостью Может Не очень С хорошей новостью Прийти Понимаете Значит И Не только Пламенеющий Огненный Горящий Но и жалящий Поражающий Тоже И вот В числах Он был Как поражающий Они были Серафы Как поражающие Если бы просто Были бы змеи Там Гюрза Там Кобры Какие-то Понаползли бы Евреи Бо отбивались Бо отбивались Да Конечно Бо запили бы Богу Но Когда пришли Сверхъестественные Поражающие Как говорится Против лома Нет приема Если Серафы Пришли против себя Жалить И уничтожать То Это уже Все Это уже поражение Там уже точно Там уже Грубо говоря Так дураку ясно Что Это только Богу Все Здесь Не отмашешься Не отобьешься От этих Поражающих И вот И Если брать Оригинальный текст Опять-таки То 99% Можно Сегодня Утверждать И 9-10 Скажу Что Моисей Сделал Изображение Ангела Серафа Серафа Который Закрывал Серафим Своё лицо Его не видно было Закрывал Свои Жалы Ноги И Двумя Летал И Тогда Это издалека Напоминало Хрест Кстати Иисус Говорил Как Моисей Вознес Змея В пустыне Ну Опять-таки Греческий Новый Завет Нам То Так И Должны Быть Вознесены Сыны Человеческому Чтобы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную То Сераф Он Мог Прообразовать Иисуса Я Выдал Такую Тайну Тоже Кстати Многие Когда Общаешься Именно С Религиозными Иудеями То Многих Евреев Вот Этот Пример Очень Цепляет Христиан И так Семь Это Цепляет Порой Потому Что Понимаете Отношение К Кресту Обычно В традиции Еврейской Очень Негативное Крест Это Как Проклятие Это Все Нечистое Что можно Сопреставить Для Еврея Кроме Трупа Это Еще И Крест А Когда Сочетание Того И Другого Это Двойной Нечистое А Здесь Представляете Себе Здесь Когда Ты указываешь Что Смотрите Сераф Распростер И Машер Сказал Что Как Моисей Вознес Сына В пустыне Будьте здоровы Так Вознесен Сына Человеческого Чтобы Всякие Верующие Не просто Чтобы Продемонстрировать Проклятие А чтобы Взять на себя И смотря На него Взирая Глазами Веры То есть Иисус Ишуа Иисус Иисус То Даже Если ты Ужаленный Весь Прожаленный Уже Этими Жалами И у тебя Уже Жизни нету Казалось бы Через Не могу Помысли о нем Призови его И Я говорю Что это проверено Уже И в моей жизни Много раз Взываешь И вот Всякий Это яд Всякий яд Он просто Нейтрализуется Он Обезвреживается Вот И Вот это Многих Очень цепляет И даже Я такие Эскизы Сделал Господь Помоги Есть Откровение У меня Значит Мастерской Святаго Духа В том числе Чтобы и Худоровская Мастерская Была и Творческая Мастерская И музыкальная И Разнообразная Театральная Но Я конечно Приоритетом Вижу Худоровская Живописная Мастерская Вот Большая Огромная Чтобы Монументальную Можно было Делать работы Такие Многометровые Даже Работы И Один из эскизов Эскизы Маленькие Но Они Имеют ввиду Большую Многофигурную Композицию Вот Одна из Таких Самых Которым Последние месяцы Живу Эскизов Это Как раз Обычно Рисует Змея Такого Поставил Моисей У меня на эскизе Там Вот этот Как бы Силуэт Огненный Серафор А За ним Как бы Отблеск Крест Голгофа Вот И Многофигурная Композиция Моисей Там Ну так вот В полупорота Значит там Старейшины Там Народ Всякий Тех времен В одежках Того времени Этих Всех Обмотанные Такие И Среди них Реальные Укушенные И серафы Среди них Тоже Силуэты Их Жалящие Но С другой Старейшины Там же И в этой Композиции Там же И фигуры Современников Наших В одеждах В одеждах Наших Уже Обычные Люди Тоже взирающие Некоторые Невзирающие Умирающие Падающие Те кто взирают Оживающие Вот На этого Серафа А за ним Иисуса По сути тогда В числах Иисус присутствовал Именно в этом В этом всем присутствовал Слава Богу Так что Вот поделиться С вами Даже такими Чем обычно Художники Не делятся Да Но Из Слова Божьего Знаете Сегодня Получается Опять я тоже Простите Обиду добрый Но Примеров Таких больше Приводил Но Знаете Возлюбленные Я верю Что Вот Даже если Даже исполнились Те самые страшные Прочества Закваски Три мер муки Написано Все вскисло То есть Закваска Порока И лукавства Закваска Религиозная Религиозно-политическая Политическая Всякая закваска Заквасила тело Да Значит И по-человечески Выхода нету Но у Бога Есть решение Не из этого измерения Не из этой действительности Из его действительности Есть исцеление Для этого мира Есть исцеление Для каждого человека Для его царства По крайней мере Есть исцеление А по большому счету Вся тварь Стена Это мучится Вот И Бог хочет спасти всех Вообще У него есть план У него есть план Потрясающий Который Ну по-человечески Это невозможно Вот Но Я знаю Что вот Если он какую-то цель Поставил Бог Он точно это добьется Не мытьем так катанем Не так так эдак Он найдет Он найдет Решение Сто процентов Я знаю Что Бог во Христе Преберил с собой Весь мир Бог во Христе Это совершил Сегодня Он свое царство Государство Через нас с вами Распространяет Действует И Я понимаю так Что каждый покаявшийся грешник Каждый исцеленный больной Каждый Освобожден от бесов человек Это как будто бы Еще одна пляж земли Отвоеванная в царство тьмы Перешедшая в царство света Отблеск царства света В этом мире Господа благословит И Будем праздновать Друзья Пасху Нашу Сопресниками Частоты и истины Освободившись От всякой Закваски Порока и лукавства Потому что Пасха наша Христос Он закон за нас Порок и лукавства Да Вот представьте Сравните Я тоже делал сравнение У себя в церкви С одной стороны Ложил мацу Показывал С другой стороны Кулич Хрестоматийно Поднявшееся Тесто Закваска Поработала На славу И там Издалека Видно Что это Непресное Это квасное Значит И вот Два образа Два образа Образ порок и лукавства Образ чистоты и истины Бог может Из кулича Нашей греховности Сделать Мацу Свои праведности По-человечески Невозможное Но с Богом Все возможно Богу Все возможно И человек Доверяющий Богу Реально Эти чудеса Видит Еще больше Мы увидим чудес Завтра Мы продолжим Помолимся Друзья Господь Спасибо тебе За все Благодарю тебя За эту тему Боже доверенную Боже Экризиологии О церкви Вчера Сегодня Много рассуждений Звучало Боже Примеры Различные Убедительные Разные примеры Из притч Вот сегодня Боже Пусть Все это Нас убеждает Действительно В истинности Твоего слова В Твоей правоте В Твоей мудрости Боже И пусть Нас это Направляет К Тебе Как вот эта Небесная тшува Совершается в нас Боже И пусть Господь Действительно Церковь Не имеющая пятна Порока Чего-либо Подобного Но святая Непорочная Это не просто Мечта Незбыточная Это не просто Что-то такое Не из этого мира Это то Что ты хочешь Видеть здесь В этом мире Пришедшее Из твоего мира Но в этот мир Боже Всемогущий Благослови народ Своим миром Своим шаломом Благослови нас Пусть Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Пребывается Всеми нами Аминь 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 До завтра Друзья Благословляю всех вас Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Да Извиняюсь Часто Выключу Аминь